Всем привет! Я Элли Димки и сегодня будет мой вечер с малышом с партии. Вы тоже будете проводить с нами этот вечер. Сегодня я покажу вам всю нашу рутину, как мы готовимся ко сну, что происходит вечером, как ухаживаем за малышом, как его купаем. Короче, начинается вечер именно с вот этого пеленального столика. Я сюда аккуратно кладу малыша. С партии сейчас почти что 6 месяцев, полгода. Хотели бы вы, кстати, чтобы я сняла обзор малыша на 6 месяцев, так сказать, обзор? Плюс еще у меня 17 декабря день рождения. Что мне выпустить в этот день? Пишите в комментариях. Итак, мы снимаем со спартии его кодик вот такой серенький и сейчас мы пойдем с ним купаться. Кстати, вы можете подумать, что мы находимся в детской, но нет, это не детская комната, это наша спальня. Малыш спит с нами, поэтому здесь у нас тоже есть пеленальный столик, а детскую мы сейчас активно готовим. Поэтому, если вы хотите ром-тур по детской, как мы ее украсили и так далее, пишите ваши пожелания в комментариях под видео. Ну и ставьте лайки, конечно. Итак, малыш готов купаться? Сейчас мы набираем ванну, потому что именно сегодня вечером мы будем купать спартии. Мы делаем это примерно пару раз в неделю. Мы моем его, конечно, чаще, просто так основательно покупаться. Это вот сегодня будет. Джинка тем временем бегает рядом. Кстати, на канале о питомцах Элли Ди Пэтс вышло новое видео, Джина отвечает на вопрос, да или нет. Ссылка на Элли Ди Пэтс, как всегда, в описании под этим видео. Спарташа обожает просто купаться. Ему очень нравятся. У него такие длинные волосики уже. Но мы его купаем безо всякого мыла, безо всякого шампуня, просто в водичке. Мне очень нравится купать малыша, это одно из самых таких приятных времяпрепровождений с малышом. Потом уже, когда он подрастет, он будет купаться именно в нашей взрослой ванне. Мы выкопали малыша, и теперь пойдемте обратно на перенальный столик ухаживать за его кожей. Итак, малыш искупался, и сейчас я наношу ему специальный крем, точнее, это эмульсия для чувствительной кожи малышей. Почему я ее наношу? Потому что у Спарташа чувствительная кожа, и нам прописал педиатр это как бы делать. Где? И вот так вот я мажу его. Щедро наношу эмульсию. Она не такая жирная. Спарташа это воспринимает как такой, типа, легкий массажик. Кремусык. Рядом Мишутка. Почему Мишутка не играет? Ну-ка, ну-ка. Вот теперь играет Мишутка. Как вы видите, у нас здесь на перенальном столике есть, ну, как бы, разные косметические средства. Также книжки есть в Спарташ, чтобы его развлекать, так сказать, там разные стишки, рисуночки. Ну, если, так сказать, требуется поразвлечь его. Еще здесь на стене вы видите черно-белые такие рисунки. Когда был Спарташ совсем маленький, ему очень нравилось на них смотреть и с ними разговаривать. Но сейчас это уже прошло. Сейчас, потому что он не видит уже только черно-белый, он видит цветной. Ему теперь подавать цветной. Теперь одеваем нашу спальную пизамку. Кстати, если вы хотите чуть больше жизни Спарташи, что он делает целыми днями, у него есть твой YouTube-канал. Там вы можете посмотреть ролик, как он играет на игровом поврике. И там публикуются сейчас видосы, так что ссылка будет в описании под видео. В джунглях красный попугай пригласил друзей на чай. Пытаюсь развлекать его, чтобы он дал себя одеть. А ну, на вот тебе вот эту мягкую покремушку, а ты мне ручку свою дай. С малышом приходится всегда обо всем договариваться дружелюбно, иначе, ну, как бы слез не избежать. Вот такой вот замечательный спальный комбинезончик у Спарташи. Он на один размерчик побольше. Почему? Потому что, ну, чтобы ему было более свободно, что ли, когда он спит ночью. Чтобы не стесняла его одежда. Но вот такой молнии... Ой, срыгнул. Малыш, короче, срыгнул, теперь весь бодик мокрый. Меняем бодик. Нормальная ситуация в жизни с малышом. Ну вот, Спарташи уже стал яхтсменом резко, потому что мы поменяли бодик. Я просто покормила малыша, и такое бывает. Ну вот, хотели спать в динозавриках, теперь придется в яхтах. Вот так вот трясет игрушкой своей мягкой погремушкой, кряхтит, а я его одеваю. Дай-ка скорее пуговки. Перед сном мы обязательно смотрим вот эти книжки-потешки. Смотрите, как ему нравится. Белый зайка-попрыгайка. Ну-ка, с нами поиграйка. А еще в джунглях красный попугай пригласил друзей на чай. Смотрите на его реакцию. Две зеленые лягушки, у реки нашли игрушки. В поле синий мотылек, сел на тоненький листок. Таким образом, я стараюсь его немножко на позитивную волну настроить, но при этом не активно бодрствовать перед сном. Спит он вот так вот, как вы сейчас видите, так вот он и спит, как и есть. Я здесь, вот Кирилл здесь. Это очень удобно, потому что малыш ночью просыпается, и его нужно кормить. То есть он сам нас будет кормить, ухаживать за ним. И это уже больше к ночи относится. Вы хотели бы, чтобы я сняла ролик «Ночь» со Спарташей? Как мы за ним ухаживаем и так далее? Если да, то пишите в комментариях под этим видео и ставьте лайки на этом видео. Ну что, мы будем уже ложиться в спадки, поэтому наш вечер подходит к концу и наступает ночь. Подписывайтесь на канал и увидимся в новых роликах. Пока!